Добрый день, дорогие друзья! Это передача «Восточный дневник», в которой люди Донбасса говорят о себе и о войне. И сегодня мы обсудим ситуацию на Донбассе сейчас и в будущем с точки зрения геополитики. У нас сегодня в студии очень интересные гости. Это Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы «Нью-Йорк». Известный политолог-международник и маленький секрет выходец из Донецка, который когда-то поступил в Колумбийский университет и уже давно работает и живет в США. Спасибо, что вы пришли. Денис Денищенко – это активист, общественный гражданский активист, нынче депутат от БПП в городе Рубежное Луганской области. И в прошлом советник Ирины Верегиной, первого губернатора Луганщины с момента начала АТО, и Георгия Туки. Добрый день, спасибо, что вы пришли. Надеемся, узнаем, какая там ситуация, вот именно сейчас конкретно, какая обстановка вблизи от линии фронта. И первый вопрос к Питеру. Питеру, вот за эти два года у нас идет странная такая вот антитеррористическая операция, как ее называет наше правительство. Как менялось отношение к событиям на Востоке, в Донбассе, как менялось отношение мирового сообщества, наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европе, вы наверняка это знаете. Вот по моим ощущениям меняется немножко не в лучшую сторону. Мы кредит доверия некоторым образом исчерпываем. Так ли это и как на самом деле? Татьяна, тут несколько имеют место процессов. В первую очередь, конечно же, идут центробежные процессы, которые не зависят, в принципе, от Украины. Это, в частности, определенные бизнес-интересы Европы, в меньшей степени бизнес-интересы Америки, которые лоббируют нормализацию отношений с Россией. То есть ослабление режима санкций против Кремля и, соответственно, поддержка Украины. То есть это бизнес-интересы, присутствующие в Германии. В Германии работает непосредственно самый, наверное, главный лоббист Путина, бывший канцлер Герхард Шрёдер, который, как вы знаете, сидит на совете директоров «Газпрома». Во Франции работает такой непрямой, косвенный и, может быть, слегка зашифрованный лоббист Путина, как Мари Ле Пен, которая через свою ультраправую партию тоже подвергает давлению вообще весь режим санкций против России. Ну и, конечно же, Украина здесь тоже добавляет немного со своей стороны в этот процесс. Позвольте всего лишь сослаться на заголовок одной ведущей западной газеты «Гардинг», которая буквально несколько недель назад окрестила Украину самым коррумпированным государством Европы. То есть украинцы, которые провозгласили Майдан Евромайданом, провозгласили интеграцию с европейскими структурами и принятие европейских ценностей как краеугольный камень нового украинского государства, таким образом изменяют этим целям, таким образом вызывают недоумение у своих европейских партнеров, которые видят, что на деле еще остается очень непочатый край работы. И не факт, что Украина находится здесь на правильном пути. То есть пока, к сожалению, Европа, западные партнеры, западные союзники Украины не видят того прогресса, который бы внушил им доверие. Вы знаете, у нас некоторые люди на западе нашей страны, в Украине, говорят даже, что стоит ли умирать за этот Донбасс, который вот такой-сякой. И, наверное, правда это или нет, есть такие настроения и у тех европейских бизнесменов, которые считают, стоит ли ради такой Украины терять наши торговые отношения с Путиным, если мы можем зарабатывать конкретные денежки. А Украина, она не оправдывает ожидания, это так? В какой-то степени да, но опять-таки нужно разделить здесь запад на Америку и на Европу. В Америке таких отношений близких с Россией нет. Америка может себе позволить, в принципе, замораживание отношений намного больше, чем Европа. Но даже Европа, позвольте мне заметить, всего лишь на 10% от своего валового продукта зависит от отношений, экономических отношений, торговых отношений с россиянами. Это всего лишь 10%. Здесь имеет такая логика коллективного действия. Понятие в политэкономии, когда концентрированные экономические и любые другие интересы имеют все резоны лоббировать, проталкивать интересную им тему, в то время как цивилизация в целом, то есть народ в целом, от этого страдает. В частности, мы сейчас на одной чаше весов имеем концентрированные экономические интересы. Те же нефтяные компании, фермеры различных регионов Италии, допустим, например, и другие коммерческие интересы. На другой чаше весов мы имеем всю вообще западную цивилизацию со своими ценностями и так далее. В одной из своих статей в последнее время Джордж Сорос, который не нуждается, наверное, в презентации, заявляет о том, что Европа нуждается в Украине еще даже больше, чем Украина нуждается в Европе. Именно потому, что на кону стоят европейские ценности, вся европейская цивилизация. То есть вливание Украины в стан европейских демократий будет подобно вливанию новой, свежей крови, так необходимой Европе, которая сама, как мы сейчас видим, уже теряет веру в собственный проект. На кону сейчас, буквально в течение недели, будет решаться судьба Великобритании, ее членство в Европейском Союзе, речь идет о Брекзите. Если Великобритания проголосует за выход из Европейского Союза, за ней могут пойти все многие другие. То есть на очереди будет Греция, Кипр, возможно, даже Франция, Голландия и так далее. Поэтому вопрос на самом деле сейчас стоит не только в Украине, а вообще о судьбе и направлении всего западного мира. И все это для Путина наилучшим образом, как я вижу, складывается. Путин заинтересован в раздробленном Западном фронте, в раздробленной Европе, потому что, имея дело с индивидуальными государствами, ему намного проще договориться и нажать, надавить. Можно небольшой свой комментарий по этому поводу? То, что вы сказали о том, что люди некоторые говорят о Западной Украине, или Центральной Украине в целом. Начнем с того, что те люди, которые в большинстве случаев так говорят, они не будут умирать даже за свои области, и они никогда на войну не шли. Те ребята, которые воюют, они воюют, они знают, за что они воюют. Поэтому первый момент. Мы воюем не за Донбасс, не воюем не за Луганскую область или Донецкую область, мы воюем за свою свободу и независимость. Если мы легко так теряем территории и готовы их отдавать, знаете, я вспомню ощущение, когда был Крым. Мы тогда в Луганской области и в Донецкой в том числе, мы выходили за мир, мы выходили против войны, и все остальное, знаете. И где-то в глубине души, вот оно где-то там глубоко было, а пусть он там может этот Крым, и заберут они себе. Только до нас. Мы тогда не понимали, что может прийти война, понимаете. Поэтому сегодня Луганск, Донецк, завтра Полтава, Харьков. То же самое с европейцами, понимаете. А что спрашивать с европейцев, если у нас уже большая часть Украины не ощущает войну. И гибель наших ребят, это уже по сути сухие цифры статистики для большинства людей. А благодаря кому? Благодаря тому, что люди быстро ко всему привыкают. Благодаря тому, что мы войну не называем войной. Но не мы, не мы. Руководство страны? Нет, руководство страны уже в принципе, оно и тоже называет ее войной. Не юридически. Не юридически. Не юридически. Не, ну почему? Да, ну слова-то уже и в своих заявлениях они это делают. Дело не в этом. Дело в том, что мы привыкли. Мы привыкли к смертям, мы привыкли к войне. И сейчас риторика совершенно другую сторону меняется. Потому что что спрашивать у Европы, если уже в городах, в Киеве, в Виннице, все, для людей войны нет. Она есть, эта война, для небольшого количества военнослужащих, их семей, добровольцев, активистов и нас, переселенцев, которые хотят вернуться домой, которые хотят. Но давайте тоже говорить откровенно. А что большая часть переселенцев, беженцев, мне не нравится вообще слово переселенец на самом деле, что она делает для того, чтобы вернуться домой? Большая часть. Я не говорю за небольшую часть активную, которая вчера выходила в Киеве, требовала там... Отмены дискриминирующей постановок обмена. Даже те же крымчане, они более консолидированы, как бы они делают. Поэтому давайте зададимся вопросом, прежде чем задавать вопросы к европейцам, что делаем мы, украинцы, и как мы к этому правилу относимся, конфликту, войне, кто-то это называет АТО. А некоторые в нашей стране позволяют себе говорить, что это вообще россияне против нас не воюют, они ходят точно так же на эфиры, и органы к ним не определяют никаких претензий. Они рассказывают о том, что россиян нету, о том, что войны нету, о том, что там идет гражданский конфликт. Все держится там, и все прекрасно это знают. На регулярных частях Российской Федерации. Все. Если наши политики себе позволяют в прямых эфирах из трибуны Верховной Рады заявлять совершенно противоположные вещи, на данный момент, год же назад, полтора, они себе этого не могли позволить, потому что их сразу засвистывали, кричали. Вот. И они боялись это делать. Вы посмотрите, что они делают сейчас. Сейчас гидроконтрреволюция и коллаборационизм подняла голову. Не на Банковой, нет? Везде. Потому что Банковой, там тоже сидят разные люди. Поэтому давайте говорить откровенно. Поэтому у меня, например, есть претензии и к депутатам фракции «Солидарность», и к депутатам фракции «Самопомощь», к некоторым, и к депутатам фракции «Батьковщина». Ну, рыба гниет все равно с головой. Я согласен. Я уважаю, например, ту же Надю Савченко, когда Надя заявляет о том, что нужно вести переговоры с Плотницким и Захарченко. Она имеет в виду об освобождении людей, своих товарищей, забытых, в том числе руководством страны. Я согласен. Пусть Надя чуть-чуть разберется. Захарченко и Плотницкий ничего не решают. Нет, освобождение людей, которые находятся у них в подвалах, они решают. Не решают. Еще раз. Ну, как, ну, ближе в случае договоренности прямо. Контрразведка, ФСБ, Российской Федерации, ГРУ, Плотницкий и Захарченко ничего не решают. Пора это уже понять давно. А только Путин решает, кого освободить. Еще раз. Патрушев, да, военная разведка, ГРУ, кураторы, которые находятся там, оперативное управление над Донецкой и Луганской области. Это полностью российские генералы. Поэтому обмен пленных, это не так, как было в самом начале конфликта, когда было вот все вот так вот, и можно было выдергивать, ну, решать уже на уровне подразделений. Все уже систематизировано. Давайте говорить это откровенно. Вот, поэтому пусть Надя разберется сначала. Не решают ничего, ни Плотницкий, ни Захарченко. Хорошо, тогда такой вопрос. А вот сейчас под Донецком буквально каждый день обозобновились обстрелы, очень серьезные обстрелы. Каждый день буквально, невзирая на то, что мы из сводок штаба АТО этого иногда не слышим, гибнут украинские бойцы. Вы не считаете, что это, раз вы говорите, что все настолько централизованы, вы не считаете, что уже вот это приказ прямой, Путину переходить в наступление, отвоевывать, как говорит Захарченко, полностью всю Донецкую, всю Луганскую, как говорит Плотницкий область? Вы не видите в этом сигнала, что у нас будет все хуже обстановка? Я думаю, что Захарченко и Плотницкий по большому счету это говорящие головы, о которых иногда, кстати, даже говорят, но чуть противоположные вещи. Еще раз говорю, я утверждаю о том, что полностью стратегическое командование ведут, это офицеры Российской Федерации. Поэтому все, что происходит, все обстрелы в большинстве своем, это контролируемые обстрелы. Нет уже неконтролируемых групп. Все. И как их понять? Вот я пытаюсь понять. Это наступление или нет? Ну, знаете, о таких наступлениях мы уже слышим после Дебальцевского котла каждый месяц. И обывательный месяц у нас было по несколько дат. 8 июня 2015 года в 5 утра мы их ожидаем, мы к этому готовимся. Я считаю, лично моя позиция. Естественно, я могу ошибаться. О том, что Путин сейчас специально нагнетает обстановку, потому что он уже хочет избавиться от Донецкой и Луганской области, только впихнул на своих условиях. Я вам скажу следующий момент. Я честно... То есть цели наступления он не преследует? Давайте разложим, для чего цель ему наступления. У нас сейчас идет реформа децентрализации. Вы обратите внимание, недавно Путин сказал о том, что нужно в Украине проводить децентрализацию. Уже не федерацию, он сказал, не конфедерацию, а децентрализацию. А я вам приведу простой пример. Я же занимаюсь чуть-чуть и политикой в Луганской, в Донецкой области. Что подразумевает децентрализация? Децентрализация подразумевает управление громад, отмену института губернаторов и ввод префектов. Должность губернатора и обязанности, по сути, и весь аппарат берет на себя руководитель областного совета. Руководитель областного совета выбирают депутаты областного совета. Так вот, я вам скажу, если в Луганской области, вот мы представим фантастическую ситуацию, Путин ушел, не Путин, войска российские ушли, это яблочко, оно уже давно перезревшее. Поверьте, все уже хотят, по большому счету, на оккупированных территориях, но не все, большая часть, вернуться в Украину и получить стабильные зарплаты, пенсии, все остальное. Все, там проходят выборы. С учетом того, что у нас нет жесткой нормальной позиции, как бы мы там объявим амнистии и все остальное. Пройдут выборы и 90% мест в областном совете Луганской и Донецкой области получат люди, которые уже работают и завербованы ФСБ и ГРУ. Эти любые люди выберут главу областного совета, который тоже, скорее всего, будет уже с паспортом Российской Федерации, ну, вот как условно, как Патруханову говорят, а скорее всего, вообще у него звание будет в главном разведывательном управлении Российской Федерации. Вы сейчас говорите о людях, которые на нашей территории или на ЛНР? Нет, на ЛНР. Ну, там же... Ну, если ЛНР, ДНР получат законную власть легализацию... Оно не будет уже ЛНР. Это будет Луганская область. Луганская область. Только... Ну, а по факту? По факту. Лобби Захарченко и Путина большое, значительное, может быть, и доминирующее в Верховной Раде. Да Захарченко не будет там. Условно говоря. Ну, не будет этих людей. Ну, хорошо, ЛНР, ДНР, Верховной Раде. Не будет ЛНР, ДНР. Там будут представители Луганско-Донецкой области. А по качеству это люди ЛНР, ДНР. То есть, как троянский конь. Да, только даже не ЛНР, ДНР, Россия. Это будут люди России. Поэтому я не понимаю... Это не потеря государственности Украины, нет? Если... Не потеря независимости. Нет, если есть, так нет. Это не потеря будет государственности Украины, но они будут влиять. Это будут как гири на наших ногах. Поэтому, если не будет четкой позиции государства по тем территориям, ну, захвачено, то тогда это будет тянуть нас очень сильно назад. Потому что эти главы облсоветов зачем воевать, если он и так эти области может забрать себе, а мы их будем кормить. Мы им будем все платить. Вот. А они будут кричать в НАТО не хотим, Евросоюз не хотим. То, что у нас и было в Донецкой и Луганской области до войны. Только будет хуже. Будет гораздо хуже. А хуже тем, что... Я вам еще раз говорю. Больше гораздо количества завербованных людей. Больше гораздо количества людей с психологическими травмами. Вот. Плюс конфликты внутренние. Потому что приедут переселенцы, приедут люди, которые отсидели в подвалах. Да. Там есть люди, которые сейчас боятся говорить о некоторых вещах. Будут бытовые конфликты. Огромное количество оружия. Огромное количество там заминированных территорий, которые тоже надо. Это смерти людей. Этому может помешать, как я поняла, государственная политика, мудрая центра. Вот это очень важный момент. Мы сейчас его обсудим. А пока все-таки хочу спросить еще немножко закончить то, чего начали с Питером. А у вас сейчас все-таки в Америке тоже поменялась риторика в том смысле, что минский формат нам оставляют, как вы сами говорите, троянский конь, единственным безальтернативным. Госпожа Ноланд приезжает к нам в страну и говорит, проводите выборы. Вот эти, которые, говорит, Денис, делайте. То есть, я это так понимаю, делайте. Вот этих ЛНРовцев, ДНРовцев, ну пусть они по-другому будут называться, парламентариями вашими, пусть они решают вашу судьбу. Боевики, террористы, пусть становятся вашими политиками. Вот как понять тогда риторику госпожи Ноланд и что нам несет будущие президентские выборы, какие они для нас могут изменения принести, как вы думаете, вашей стране? Я думаю, что опять-таки речь идет здесь о сохранении статуса КВО, учитывая, что администрации президента Обама осталось достаточно недолго. Администрация погрязла в целом ряде своих проблем. Вы знаете, вы видите, какие кровавые события происходят на юге США, в штате Флорида. То есть, также проблема Ближнего Востока и так далее. То есть, сейчас уже политического капитала у администрации Белого дома кардинально менять эту дорожную карту и придумать новую формулу переговоров, отличную от Минских, уже нет на самом деле. Если говорить о Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, а это, скорее всего, будут два кандидата от партии на роль президента, то при Хиллари я ожидаю продолжения более-менее той же политики в отношении России, в отношении Украины. То есть, я думаю, что поддержка Украины будет, по крайней мере, на этом уровне оказываться, продолжать оказываться. Но я также думаю, что при Хиллари возможно даже ужесточение оппозиции по России и, может быть, даже выделение Украине летального оружия. Опять-таки, речь идет о женщине-президенте, которая будет на новом посту. Это будет уникальное событие. Это будет первая женщина-президент. Да, наподобие Тэтчера она будет показывать, вы помните, в войну с Фолклендами, с Мальвинами, с Аргентиной, как жестко расправилась со своим противником Маргарет Тэтчер. То есть, это будет ситуация, когда президенту нужно будет доказать, что наличие каких-то, извините меня, органов ниже пояса. То есть, что она сможет достойно вести международную политику, внешнюю политику. Что касается Донада Трампа, то, конечно, ничего такое президентство не сулит, во-первых, не всему миру. Я считаю, это вообще глобальная угроза в феномен Дональда Трампа и что он несет. И в частности, для Украины все помнят эту на стену живопись в одной из прибалтийских стран, где, вы, наверное, помните, Путин с Трампом целуются буквально в засос. Наподобие этого еще рисунка фотографий времен Холодной войны поцелуй Хонникера и Брежнева. Трамп признавался и не раз уже в любви президенту Владимиру Путину. Восхищался им? Восхищался им. Его политикой даже? Крайне насторожил своих же вояк Пентагон, заявив о том, что, может быть, Японии нужно вооружаться самой и Кореи, вплоть до получения своего собственного ядерного оружия. Европейцы должны позаботиться о своей безопасности. То есть, фактически, речь идет о переписывании вообще всей коллективной безопасности пост Второй мировой войны. То есть, это действительно беспрецедентно, учитывая, что об этом заявляет кандидат от республиканской партии, кандидат в президенты. И, что касается Украины, у него позиция тоже предельно проста. Он недвусмысленно дал понять, что это зона сферы влияния России. То есть, в принципе, я думаю, что Трамп просто-напросто отдаст Украину на съедение. Вот мне интересно, как это может выглядеть. Вот как это может выглядеть для нас? Возможно ли то, что мы внесли в заголовок, так на свой страх и вверх, что Донбасс станет судетской областью Чехии накануне Второй мировой войны, а у нас есть ли угроза Третьей мировой войны, есть ли угроза ядерного удара по странам Балтии и со стороны России, есть ли угроза того, что одним Донбассом дело не закончится? Как вы думаете? Знаете, не хотелось бы участвовать в подогревании этих настроений, потому что представьте, сценарий такой себе ужасный. С каждым разом война первая, вторая становится все более кровавей. и сейчас, учитывая технологические возможности человечества, Третья мировая война, наверное, просто ничего не оставит после себя в плане цивилизации, поэтому, конечно, не хотелось бы участвовать в этом дискурсе и так говорить, но мне кажется, сейчас ничего нельзя исключать, история циклична, и если мы посмотрим, как начиналась Первая мировая война, это убийство экс-герцога с сербским националистом, нечто такое очень вроде бы единичное, и тем не менее имело эффект пороховой бочки. Вторая мировая война, как бы сказали, одним из существенных факторов явилась за appeasement, есть такое понятие, когда Гитлеру просто отдали на съедение судеты в ответ на его требования, а установили Lebensraum, то есть жизненного пространства для немцев. Вы знаете, это очень действительно похоже с идеологией Новороссии, когда Путин говорит, что своих не сдаем, территории исконно наши, начиналось это вот с Крыма. Ущемляются права. Согласно этой концепции Новороссии, Украина остается всего лишь с несколькими областями и фактически отрезана от моря, то есть Новороссия включает себя от Харьковщины, Донецкой области, Херсон и вплоть до Николаевской, Одесских областей, то есть и теряется соответственно выход к морю. Ситуация действительно очень похожа, и вот вы говорите про ограниченный тактический ядерный удар. Тот же Андрей Пьянковский, известный российский политолог, уже в течение двух лет, начиная с анекции Крыма, бьет на бат, то есть во все колокола, говорит о том, что как раз этот сценарий ожидать и можно. В частности, он рисует такую вот картину удара по Таллину, конечно же, в контексте развязывания опять гибридной войны в Прибалтике, это использование русскоязычных русскоязычного населения в Нарве, в той же, очень много русскоязычных в Риге, опять-таки давайте обратим внимание на немножко другую часть мира, Центральную Азию, весь Северный Казахстан, это русскоязычный и так далее, то есть использование этого факта присутствия русскоязычных в этих странах является одним из существенных на самом деле рычагов давления для Путина. И вот парадокс состоит в том, что чем хуже они материально живут, вот казалось бы, санкции их делают жизнь сложнее, и вроде как хочется надеяться, что таким образом можно достичь уже счастья нам всем, покоя наконец-то, но получается, что чем больше санкций, тем они злее, им хочется больше и больше сделать зла другим, вот они сплочаются как-то вот вокруг своего этого диктатора, своего Гитлера там в России. Вы знаете, да, это классический синдром осажденной крепости, поэтому есть понятие smart sanctions, умные санкции, давно уже известно, вот на грустных примерах санкций против того же Ирака в свое время, Ирана до последнего времени, что санкции, которые задевают все, затрагивают все сферы деятельности и население в целом не являются эффективными. конечно же, здесь нужно вычленять и по возможности делать их более точечными, в частности, вот против, направленных против верхушек, в частности, Кремль, Путин, его все окружения, его бывшие сокурсники, его партнеры под дзюдо и так далее, это братья Роттенберге, вся эта вот клика, вся эта элита, это их банковские счета, это их владение, это возможность их детей обучаться в лучших вузах Запада. Да, можно добавить чуть-чуть меда, скажем так, во все это. Я, в принципе, в целом согласен с Питером, что нельзя отрицать различные варианты событий, вот, но есть, не надо забывать о том, что мир достаточно глобализирован сейчас, в отличие как бы от первой и второй войны, и то, о чем сказал Питер, что, в принципе, движимость российских олигархов, богатых людей, даже генералов всяких, они находятся как раз в Европе, в Америке, да, ну, совсем не в России. Их дети живут и учатся тоже там. Вот, они хотят туда ездить отдыхать. Следующий момент, не надо забывать то, на самом деле, что Россия это дряхлеющая, на самом деле, умирающая держава с имперскими амбициями. Это нам бы так хотелось. А, нет, давайте возьмем некоторые моменты статистики, как бы, например, потребление спирта на душу населения в России, как бы, если не ошибаюсь, там 19 уже с копейками, вот, получается. А при 8 литрах в год на душу населения, это идет уже деградация населения. Ну, она там идет веками ничего. Ну, веками, так а для того, чтобы армия воевала, там должен кто-то воевать. А вы посмотрите, кого они уже даже на Донбасс присылают. Бурятов, да, и, ну, и чеченцев, и всего остального. Поэтому, скажу так, ну, мировая война, а кто союзники России в этой мировой войне? Очень много союзников. Ну, по большому счету, я на данный момент не вижу нормальных союзников, кроме, может, каких-нибудь там Зимбабве, там, но я в кавычках никаких претензий к Зимбабве. Вот, что, есть несколько стран, как бы, в мире, да, которые, это Америка, Китай, Европа, вот, ну, и то, что Путин пытался выстроить, это опереться где-то на южноамериканские страны, как бы, и на Индию, да, вы посмотрите, сейчас же идет, ну, скажем так, они, идет крен даже в финансовых некоторых договорах чуть-чуть в другую сторону, как бы, поэтому, кому нужна война в 21 веке? Поэтому, честно вам скажу, я думаю, что Путин блефует во многих вещах, вот, потому что он уже заигрался, вот, и, а западный мир, у меня, честно говоря, иногда складывается впечатление, что идет, ну, какая-то серьезная такая вот, можно назвать, операция, да, как бы, я не хочу углубляться там в какие-то идеи, там, мировых заговоров, вот, но на самом деле, просто Путин его споймали на крючок, вот, он не может сейчас с него спрыгнуть, как бы, по большому счету, поэтому идут разговоры о ядерном пепле, о нанесении ядерного удара и всего остального, да, сколько у них этих ядерных ракет сможет вылететь из их хранилищ, на самом деле, там есть уже официальная статистика о том, что по боевому урану, как бы, у них уже прошли все сроки, как бы, по его эксплуатации и всего остального, ну, можно долго дискутировать, как бы, Денис, в то же время, вот это вот, о чем мы говорим, это, как бы, очень выгодно нашей власти сказать, что есть вот такая вот геополитика, есть вот такие интересы, там, 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 на нас напали, мои жертвы, но, себя не снимая ответственности, и вы говорили о гражданской ответственности, это совершенно правильно, но все же рыба гниет с головы, и к вам, как представителю ВФП, буду придираться и спрашивать, а согласны ли вы с тем утверждением Guardian, что Украина самая коррумпированная страна Европы, и коррупция, это все-таки, вот, скорее, не я, и не какой-нибудь рядовой украинец, а это все-таки чиновник, это все-таки тот, за кого отвечает власть, правящая, в том числе, партия, вот, считаете ли вы, что мы действительно самая коррумпированная страна, и как это выглядит в Луганской области? Да, я хотел бы еще добавить, что на самом деле, я не просто депутат солидарности, как бы, я еще руководитель Луганской организации, да, поэтому, ну, я вам скажу свою позицию, я достаточно критично отношусь к власти в Украине, и я не боюсь задавать острые вопросы, в том числе президенту, как бы, этому есть и видео в интернете, когда я спрашивал, когда посадят наших предателей, Ефремова, Галенко, Пристюка, которых не посадили до сих пор, вот, поэтому, но я смотрю конструктивно на ситуацию, и я использую те рычаги и инструменты, которые, как бы, у меня есть, поэтому, по поводу коррумпированности в Европе, я согласен, я считаю, ну, извиняюсь, украины в Европе, я считаю, что это правда, и что это на самом деле наша основная проблема, вот, почему, потому что, если у нас, во-первых, еще хоть какие-то идут движения по реформированию, ну, милиции и полиции, да, вот, и поверьте, например, если мы берем полицию, я не знаю другие области, но ребята в Луганской области, ну, милиционеры, сейчас полицейские, они очень качественно изменились, да, они не стали идеальными, как бы, но поверьте, ну, я просто общаюсь с теми, которые там и на передке воюют и все, нет, хватает коррумпированности, потому что, ну, такие созданы условия, но они меняются частично, тем более, они прошли самоочищение в определенном смысле, 17 тысяч, насколько я знаю, луганских милиционеров вышло только 2 тысячи, поэтому я к чему говорю, СБУ тоже частично меняется, но самый главный момент у нас, вот, на примере Луганской и Донецкой области, это прокуратура и суды, поэтому я надеюсь, как бы, кто-то верит, кто-то нет, но я надеюсь, что с приходом Юрия Луценко, который в том числе является, там и народным телом, и против которого выступали все областные прокуроры под давлением Шокина, вы же видите, это вам пример того, что власть неоднородна, вот был Шокин, естественно, для того, чтобы областные... А чем Луценко лучше Шокина? Подождите, а для меня хотя бы тем Луценко лучше Шокина, если все областные прокуроры, все областные прокуроры подписались под тем, что не нужно Луценко допустить в должности генерального прокурора, для меня он уже этим лучше Шокина, поэтому вопрос тот, о чем вы говорили к власти, нельзя власть объединять, что это одно и плохое там есть разные люди понимаете мы прекрасно знаем да вот там есть обвинения шокинг кум порошенко луценко кум порошенко и вот вам простой пример один кум выступает против назначения другого кума через своих людей как бы но условно поэтому мне например нравится позиция юрия витальевича и я надеюсь у него получится и я как руководитель солидарности луганской да он сейчас не имеет отношения к партии я ему буду то что от меня зависит помогать понимаете поэтому следующий момент суды вот вам простой пример вот сейчас проголосовали по этой судебной реформе опять же вопрос да эту судебную реформу поддержали америка поддержали европа да как бы поддержали послы кто выступил против судебной реформы сама помощь там и все в том что опять таки эта реформа есть такое мнение для галочки делается у нас такая же реформа национального анти коррупционного бюро произошла результата в ноль есть мнение одно из мнений тех кто не голосовал той же надежды савченко что там в одном красивом законе напихали очень много некрасивого обман идет опять понимаете как с минскими соглашениями обман реформа для галочки а по сути дела никакая то не реформа то что тут можно спорить и что касается полиции вырос вы сказали сегодня в старобельске начинается акция протеста с требованием немедленной отставки исполняющего обязанности начальника луганской области сергей комиссарова который вас там же абаков люстрировал а теперь почему-то вернул кто выступает выступать местные активисты но я вам так скажу в городе старобельске луганской области достаточно в определенном смысле таких много буйных голов и но очень часто они бывают достаточно неконструктивны вот поэтому естественно у них у этой группы людей как бы там достаточно много нормальных людей их лично знаю вот но они точно так же выступали против москаля они выступали против втуки сейчас они выступают против комиссаров ну это их право вот и у вас есть основания думать что он будет лучше предшественника вот покинь бороды которого почему-то тоже очень странно как-то убрали а покинь борода я думаю его не странно убрали он я думаю он сам ушел он не скрывал как бы в узких кругах он заявлял что когда уйдет у к я веду за ним поэтому я не знаю деталей как бы вот как он ушел вот но это были его заявления как бы я лично как бы они слышал шоу ходит у кого хожу и я все поэтому как там произошло вот по поводу каким будет главным полицейским комиссаров я делать ну что то не сейчас выступают я был в отставке друзья но извините когда представляли патрульную полицию приехал аваков и диканаидзе и аваков и диканаидзе заявили о том что не будет комиссаров начальником полиции сейчас мы просим месяц этого не да но давайте все таки поговорим опять же о коррупции то что общие слова это не совсем правильно вы ушли сами оттуда и потому что был коррупционный скандал или не коррупция как это назвать может быть политическая коррупция когда люди из криминального окружения насколько я владею информация других активистов из луганич стали проникать в аппараты георгия туки не знаю ему их навязали или он сам их хотел а вот это как вы думаете позиция центра такая что надо местных но грубо говоря бандитов им отдать луганщину и донечину и пусть не что хотят то и творят ну на условиях каких-то которых мы не знаем или же это просто местные кадровые ошибки вообще какой должна быть политика центра по отношению к регионам этим чтобы мы могли надеяться на лучше очищаться от той же коррупции менять страну смотрите одна из ошибок нашего руководства я в меру своих скромных возможностей пытаюсь это донести о том что в отношении луганской и донецкой области нет какой-то но не какой-то а конкретной отдельной программы я всегда говорю я не прошу особого отношения к луганской донецкой области не надо там слышать донбасс и вообще честно говоря не люблю сейчас вот это слово донбасс есть луганская донецкая область нет уже по сути донбасса уже давно нету потому что донбасс это было чуть-чуть другое там при советском союзе поэтому но в условиях войны условиях того что в луганской донецкой области произошло нужно сделать четкие конкретные выводы и согласно этому начать проводить государственную политику в отношении данных территорий я не могу понять когда тут же ну выделяется министерстве инфраструктуры одни и те же суммы на дороге луганской области на точно такое же количество дорог в житомирской области но у нас дороги в хлам убиты понимаете тоже луганской области у нас очень сложная логистическая сейчас ситуация у нас бизнес умирает из-за этого потому что логистика это один из моментов развития бизнеса вот поэтому я везде заявляю и надеюсь как бы когда-то меня услышат как бы о том что в отношении ланка для низкой области нужно делать концепцию я вам скажу один простой пример а я вам приведу простой пример как бы насколько я знаю как бы ее не было и когда тот же самый георгий борисович уйдя оттуда и придя в министерство а то он заявил о том что нету в отношении луганской и донецкой области концепции программы а вот меня возникает вопрос георгию борисович я готовому задать его лично герой борисович чем вы девять с половиной месяцев занимались как губернатор о чем вы не предложили только вам скажу другой момент через три дня он начал озвучивать о том что концепция есть только он начал озвучивать то что мы до этого за четыре недели на день недели назад я шведов и один скажем так человек которые имеют опыт и финансовых экономических вопросах мы составили как раз концепцию по проблематике развития луганской области в той ситуации которая есть эту концепцию мы отправили на администрацию президента нашим депутатам в верховную раду я отправил в свою партию вот и те вещи которые озвучиваю щас только как раз идут из нашей концепции поэтому в принципе она но концепция не программа она у нас есть дайте нам возможность как были основные пункты основные тезис или главный один как что главное на чтобы вы нацелили внимание главных моментов их несколько первый момент мы должны сделать выводы из политической части того что произошло вот именно вот какие ошибки в четырнадцатом и нынче помогают путину хорошо себя чувствовать ошибки происходят те что луганская донецкая область особенно луганская она всегда была на откупе на откупе и сейчас оппозиционный блок делает максимально то в политическом формате чтобы от луганская область как бы она и луганская донецкая но больше луганская чтобы она была как отвержена им ее отдали понимаете вот и у них это успешно поверьте получается вот они везде делают вид о том что в луганской области там живут люди сепаратисты там ну они подают и в киеве этому где тоже часто верят вот понимаете но я вам поэтому то политический момент да потому что луганская область на данный момент у нас очень большая протяженность с российской федерации да вот и кто что не рассказывал по линии соприкосновения у нас там смотрят в основном российские каналы которые запрещены да вот самый главный момент который вам приведу который вы тоже особо никто не знает вот один из концептов который мы прописали из-за безработицы из-за того что у нас утеряны рынки сбыта ведь основные рынки сбыта были на территории луганской области и в россии сейчас они утеряны люди уезжают работать в россию я вам приду простой пример в одном из районных городов производства пряников было 2014 году работала 53 человека на данный момент работает 4 человека 4 потому что основной рынок сбыта был в территории луганской области вот сейчас нет эти люди в большинстве своем едут работать в россию а ведь американская журналистка тоже провела и сыну опыт она смотрела неделю российское телевидение постоянно поменялась риторика вот вы представьте мы уже получаем агентов которые приезжают поэтому дальше о чем я говорю первый момент я об этом говорил выпустили момент я еще был советником очень долго геннадий геннадьевича москаля я ему говорил тоже первый момент экономическая блокада луганской области себя не оправдала она должна быть снята мы должны продавать туда наш украинский продукт почему оттуда вымылся полностью украинский продукт россияне заняли всю нишу вот первый момент вы за торговлю я за торговлю там живут наши люди это украинцы государство должно определиться это наша территория или нет это наши люди там живут или нет в первую очередь мы должны победить в головах и сердцах людей вот это очень спорный вопрос и это у нас уже на это просто не хватает времени я последний вопрос самый хочу я извиняюсь задать питеру а по поводу вот такому многие считают что мы все же профукали в большом мире свои шансы и сегодня действительно многие соизмеряют свобода деньги и не в пользу свободы в украине я щас говорю про украину и даже некоторые пессимисты говорят что вообще может быть порошенко последний президент украины потому что все у нас вот довольно таки печально вот и чтобы вы будь у вас такая возможность или вас бы пригласили на работу или просто обратился бы к вам петр алексеевич посоветовали бы ему для того чтобы избежать вот этого вот печального самого плохого сценария и потерять нашу независимость вот чтобы вы ему посоветовали для того чтобы я уже говорил и конечно же эти процессы идут некоторые помимо украины время проходит и эту вот атмосферу поддержать в том числе на западе антипутинскую решимость ставить жертвовать какими-то своими экономическими экономическими выгодами в поддержку вопрос свободы европейской централизации не стоит ожидать потому что просто-напросто это дело времени и сама начала я думаю и был расчет путина на то что время лучший лекарь и все равно они к нам вернуться и мы будем все дружить поэтому украине остается в этой ситуации я ничего здесь такого магического не скажу задача стоит нелегкая но просто-напросто приводить свой дом в порядок это значит опять-таки борьба с коррупцией это опять-таки воскрешение веры у своих граждан в то что украина будет и может жить по цивилизованным лекалам быть достойным членам мирового сообщества где человек может зарабатывать может достойно жить его права и свободы уважаются милиция то есть полиция существует для того чтобы его защищать а не наоборот третировать не вымогать и так далее то есть это звучит немножко может быть общее увы но и другого я думаю пока не то еще не придумал то есть укреплять государство и приводить свой дом в порядок вы согласны с этим да и во многом согласен я считаю что нечего нам оглядываться ну особенно на европу как бы до первый момент нам надо больше опереться на самом деле но насколько это возможно на американцев тем более если победит как бы клинтон потому что европейцы как бы это буржуа но самое главное считаю что мы должны пойти по пути условно условно израиля там южной америке его южная южной кореи японии мы сами должны быть сильные и независимы я лично считаю даже когда я выходил на евро майдан вот я всегда говорил о том что выходим и я выходил лично зато за стандарты вот я прекрасно понимаю я не хочу чтобы мы просились евросоюз пусть они нам сами предлагают то же самое с нато не надо туда проситься пусть нато предлагает нам вступить как бы к ним поэтому пока мы не будем сильные нас не будут уважать поэтому то чтобы посоветовал я петру алексеевичу о том что есть время купцова есть время бойцов как бы поэтому и некоторые задачи выполняют бойцы а некоторые купцы поэтому петр лихте их берите больше бойцов к себе вот и мы вытянем украину из той ямы в которой оно находится ну а торгуя с агрессором торгуясь не с агрессором еще раз не с агрессором еще раз я беру политический момент мы помогаем нашим людям мы людям даем лекарства мы людям даем продуктам мы не торгуем с агрессором еще раз там не агрессор там наши люди и мне пишут оттуда люди denis не в днр в лнр в оккупированных в оккупированных территориях луганской донецкой области мне пишут часто люди denis когда вы нас вернете denis когда вы нас заберете там огромное количество людей у которых больные родители умеетом например подруги у нее отец больной раком да она за украину она находится там моя бабушка находится там она не может выехать она пенсию не оформляла вот она плохо ходит и таких бабушек поверьте там очень много не сын лнр днр а с нашими территория не в коем случае с нашими людьми это наши люди и наша земля вот и все и мы должны бороться за него всеми способами которые есть и будем говорить откровенно многие люди туда вернулись очень много людей потому что государство здесь не обеспечила им не работы не жилья в на территории не луганской не донецкой области назовите вот я вам просто говорю по территории по крайней мере луганской донецкой области не построена для переселенцев ни одного квадратного метра жилья не выделено это мере от вас же зависело вы работали в обл администрации наверное могли на это больше меня слушали тогда да спасибо большое друзья спасибо что вы нам так много интересно рассказали всего доброго спасибо всем кто нас смотрел следующую среду увидимся снова спасибо